Привет, друзья! Мы в Путапарце. Я на четвертом этаже нашего здания, нашего дома. Вот здесь такой балкон. И можно увидеть соседний дом и вот такие деревья. Я пришла в 307 номер на массаж Гаурия. Многие наши путапарцевские друзья, зрители, подписчики Гаури знают, как хорошую массажистку. И you hear from February? Она арендовала вот эту комнату, последнюю сейчас. Она тоже принимала на четвертом этаже, но вот немножко дальше. А сейчас она принимает в этой комнате. И записывайтесь к ней на массаж. They can call you. Can I put your number of telephone? Or come? Ну да. А, вот. Два номера. It's both your or husband answer. Это опыт твои? А, два сына. Младшего сына и старшего сына. Вот если будет необходимость. But you in this room from every day? Every day. Каждый день, да? Можете просто зайти сюда и записаться. What also you making? Шарудара? Сириудара массаж. 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 About one hour, да? You making? One hour. С маслами. Профессиональный. How many years you worked with Kerala Clinic and Rao Clinic? Rao Clinic. В клинике доктора Rao, она работала... How many years? 10 years. 10 лет. И там она всему обучилась. You learning from them. И сейчас она принимает сама. Вот. У нее тут двухкомнатная квартира. Two room apartment, да? If somebody comes together, they can wait. And let's see for massage room. Вот. Вот это вот массажный столик. И это для Шарудары. Вот. Там она подогревает масло. А мне она иногда включает, спрашивает. Гая Три Мантра sometimes. Да. And how much massage can you tell people? One hour. 700. Один на час 700 рупий. 600, 700. И на Шарударо китна? Семь. Семь. Да. Та же самая цена на Шарударо. Так что приходите, дорогие друзья. Гаория. Ну, правда, этот массаж только для женщин. Она не принимает мужчин. Only for ladies. Да? Угу. Ну и все. Замечательно. Очень хорошая массажистка. Если вам покажется, что сильно, if strong, you have to tell a little bit less power. If not enough power, you tell more. В общем, если вам покажется слабо, говорите, давай больше прилагаю усилий. Если покажется мало или наоборот сильно, говорите, поменьше сделай. Вот. Я люблю мягкий массаж такой. I like relaxed massage. Окей, Гаория, I'm happy to see you. Первый раз вы в Индии, он спрашивает. Я просто плохо говорю по-английски, по-писски не говорю. Yes, he first time in India. Это Владимир из Санкт-Петербурга. Вернее, изначально из Санкт-Петербурга, но сейчас живет в Финляндии. Да, 12 лет я ходил в Финляндии и решил поехать, поучиться, сменить профессию. И решил поучиться, получается, в удаленном профессии. И решил это сделать в Индии. А какую профессию вы изучаете? Монтаж видео, авторэффект. То есть я пока только начал, только... Коллега, короче. Может, у вас и канал есть заодно? Нет, пока нет. Нет, пока только на этом пути. Самое время открывать, такая красочная страна. Ну, я как бы научусь всему, а потом уже будет меньше. А где вы живете? Владимир сказал, что он по нашим видео путешествует. И приехал первый раз очень смело уже. По вашим видео я попал к Владимиру в русский дом. То есть у него там пожил две недели. К Есенину, да? Да, к Есенину. И сейчас переселился с чатом путапартии в Телеграме. Я нашел жилье, как бы, которое мне понравилось. Написал Оксана. Ну, там, женщина, как бы. С ней попереписывался. И, как бы, она дала мне номер телефона человека, который дает в аренду. Вот с ним связался. И переехал. Сегодня живу уже в новом месте. Первый день. Получается чистая, светлая квартира. Очень... А вы, кстати, опять-таки, эту квартиру нашел благодаря вашим видео. Да? Потому что я посмотрел. Вы были у нее на обзоре. Это дом, где иностранцы покупают квартиры. Ну, купили. Оксана, да. Ингридж Тича. У нее тоже есть канал. Хеливенхер хомнау. То есть я благодаря вам увидел этот обзор. Благодаря вам увидел это... Ну, получается, я уже визуально знал, как это выглядит квартира. Я увидел ее в чате в футапарте. Увидел, что там Оксана, как бы, ее, вроде как, объявление вывесело. Там ей написал. И вот она помогла. И благодаря вашему точно так же видео я познакомился с Владимиром. Я опять-таки увидел объявление этого дома, что там реклама была. То есть я думаю, о, хороший дом. Я увидел, как бы, что хороший человек по вашим видео. И поехал там, пожил, как бы. Там прекрасные люди, как бы, заселились. Там, получается, две, три девушки. Я... И вроде все... А, да, и потом девушке еще мужчина приехал, вот. И у одной девушки ребенок есть. И вот все прекрасные, душевные, открытые люди. С ними очень было приятно находиться, общаться. Просто я как бы съехал, получается, из-за того, что... Я мало уделял внимания учению. То есть у меня там всего лишь, там, два-три часа. То есть настолько интересные люди... Учению вашей новой профессии или учению, кстати, Саи-Бабы? Да. Курсом, курсом, как бы, получается. Я, получается, благодаря этим людям учился, как бы, учению Саи-Бабы. И, как бы, у меня было настолько интересно, там, женщина, Рината, вроде, или Регина, я точно не помню. Вот. И она настолько увлекательно рассказывает, интересно. Вот. Можно, получается, сесть, как бы, на пять минут чайка попить. Через открытие два часа пролетело незаметно, то есть. Хороший шанс быстро все понять, разобраться, много интересных знакомств завести, да? Да. То есть я, получается, в Ашраме тоже знакомлюсь с людьми. То есть там приду, покушаю с кем-нибудь, познакомлюсь, тоже прогуляемся, пообщаемся, балкаем. Часик-два прошло, и из-за этого, как бы, мало времени учебе уделяется. Я вот, получается, решил съехать, как бы, чтобы сфокусироваться на своем, скажем так, на своей цели, как бы. Замечательно. Очень хорошо. Спасибо, что подошли, поздоровались. Так что вам спасибо, что вы ведете этот канал, что... Он говорит, пошли в западную столовую. Вы уже покушали? Нет, мы идем ужинать в западную, в европейскую столовую. Как вы? Я просто хочу пойти попить кофе, а потом погулять и за третью столовую пойти. Он хочет пить кофе, немного волк, и потом... Он не говорит английский очень хорошо. Ну ладно, давайте тогда увидимся. Обязательно. Очень хорошо, что вы ведете канал, показываете жизнь в Индии. То есть ваше видео очень помогает. Как бы, я, получается, первый раз я приехал в Дели, и совершенно у меня не было никакого страха, боязни. То есть я с удовольствием гулял там по 20 километров в день, там по моим базару, там пешком везде ходил. То есть вообще опасности никакой не чувствовал находясь в Дели. То есть благодаря вашим каким-то, ну как бы, советам, еще чем-то. Ну, ну, Оксана Билдинг, Оксана Билдинг, да. Спасибо большое. Вот знаете, ну, Тава. Иногда вот на меня накатывает изредка творческое выгорание, и я думаю, все, я замираю, засыпаю, беру себе каникулы. Нет, смотрел, ну что вы, у меня как кино было. Не замирайте. То есть я ждал ваших стилей, я лежал, как бы, ну, получается, домой приходил после работы, ну, как бы, и мне хотелось... Скоро, говорит, там прохладно будет. Мне очень хотелось в Индию, я как бы смотрел на вас, и, как бы, вы так задушевно интересно рассказываете, показываете, и, как бы, я ждал постоянно в ваших видео, могу так сказать, когда они выйдут. Ой, спасибо большое. Прям бальзам на сердце, а то на меня сегодня опять накатило. Взять каникулы, закрыть канал или еще. Нет, 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 вы очень помогаете людям, потому что люди ждут ваших видео, и с удовольствием смотрят, как бы, я один из них. Спасибо, давайте тогда селфичку сделаем. What's your name? Владимир. Владимир, Сайрам. Спасибо. Ага. Сайрам, Сайрам. Сайрам. Да, 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 хорошо. Как хорошо, что я встретила тут Хеленочку. Я ходила руки мыть, набрала, сейчас скажу, что чего стоит. Набрала хлеба, домой возьму. Ты вкусный или оттенок? А, вкусный, да. Ну, мне нравится, что он серый. Я с собой даже пакетик принесла. Вот. С яичницей на завтрак. А, ну, что вкусный? Попробуй. Я никогда не писала. Отщипывай. Бери, пробуй. Пробуй. Сколько хочешь, пробуй. Надо же попробовать. Ты как-то мало, как птичка. Ну, у тебя суп тоже. Суп тоже. А я как... Увидела спагетти, вернее, пине, не удержалась. Борщ суп они называют. Они сказали, что кэббедж, капустный суп, да? Здесь написано борщ. Это капустный? Да. Капустный суп? А, браун бреда. Три штуки. Ну, в общем, на 20 рупий три штуки. Что-то такое с белым соусом. 66. Этого спагетти. Джинджер чай 5 рупий. Мне что-то лишнего, по-моему... Да. Мне кажется, что-то положили... Или просто по-другому написали, да. Вот это за 19. Это, наверное, картошка, свит-потейта. Вот, приятного аппетита всем. Мы сейчас дальше поболтаем, да? Не доболтали, видимо. За кокос и мороженое не хочешь пойти? Мы сейчас еще хотим продолжить банкет. Ой, ну ладно. Ну, давай тогда, дорогой. Сайрон, сайрон, сайрон. Сайрон, сайрон. Сайрон. Да, да. Си ю лето. Давай, увидимся. Мы пойдем на айскримы. Да. А я пойду там айскримы. Давай, ага. Но еще вон тугоухом. Да, я очень. Я, правда, уже тоже так наела. Слишком чего-то я съела. Давай, давай, тогда в субботу подпишу будем завалить. Мы спишемся в субботу, если что, в сайтауэр. Окей, bye. Кокосов нету, смотрю, пустая там беседка для кокосов. Саша, чай пошел покупать, а я возьму айскрим. Надо было манго взять. Окей, thank you. А я взяла драйфрут. 33 рупии стоит. Вот такой шарик. Саиран. Саиран. Несколько специй у нас тут. Открыточки не хотят у него покупать. Хотят просто денежку дать. А он еще настаивает, чтобы открыточки купили. Мальчишки ходят, собирают на фестиваль Ганеши. Но мы стоим мальчишкам в нашем районе. Они приходят к нам прямо с тетрадями, с ручками, деловые. Вот сейчас окружили нас, говорят, Ганеши, Ганеши, деньги давай. Ганеши, деньги давай. Вот так.